У нас уже вечер, и я иду в садик. Взяла с собой снегокат. Повезу ребяток сегодня на снегокате, потому что на улице уже тепло, хорошо. Морозы у нас прошли, сейчас пока тепло, поэтому можно на снегокате. Утром-то я их увезла на автобусе, и сейчас решила снегокат взять. Ладно, идем в садик забирать малышню. Так, дорогие друзья, пришла уже с садика, зашли в магазин, взяли вот таких печенюшек. Сейчас муж печку раскопит, и будем кушать варить. Ты будешь варить, Илья? Угу. Я думала, ты хоть сваришь. Также купила еще 2 литра молока. Да? Ну, молодец, узел завязала на шапке. Попросила же старшек, развяжите. Ну, ё-моё. Мама, я за маму делаю, чтобы не могу развязать. Так потому что ты узел большой завязала. Вот как сейчас мама будет развязать? Все? Да, все развязала я твой узел. Пока до садика дойду до дома, вся спатью. В целом, ребятишкам садики дали. Купила еще я кефир. 2 литра хочу сделать оладушки. А, это рисунок. Папа, смотрите, я сын же нарисовал. На. Сказал папе. А это то, что я Ване оплатила за садик в танце. Ванечка, на свой монтаж. А, ты еще раздеваешься? Ну, раздевайся. Вот такие вот в целом покупки все были. Ладно, переодеваемся, отдыхаем. Пьем чай и готовим. Дорогие друзья, я сейчас снимала распаковку с вышивками на канале Влог Вокоделия. Посмотрите. А, подожди, зачем распечатала? А, Маша сегодня получила... Вот, кстати, Маша, поздоровайся со всеми. Вот такой вот подарок за то, что она рисовала. Расскажи, Маша, что ты делала? Маму рисовала. Маму рисовала. И давай покажем, какие там конфетки. Смотрите, ребятки. Фигурки, конфетки, да, все разные. Тут получается, что снеговик, лошадка, бегемот. Дракон? Ну-ка, напишите, ребята, кто это. Мне кажется, это... На. Потом Дед Мороз, Зайка. Дед Мороза хочешь? На. Зайка. А это кто тогда, Егор? Мышка? Да. Какая мышка. Что-то у нас близко очень камера стоит. Так, мышка. А это кто, уточка? Колокольчик, рыбка. И вот слон, да? Вот сейчас все по одной конфетке возьмут и скушают. Держи. Коробочка очень красивая. Ты ее не выкидывай и упаковку не укидывай. Я завтра в садик отнесу. Мы туда нам на поделку сделаем. Сядь пока, сейчас еще распечатаем. А это мне прислали с посылочкой, которую вот я заказывала рукодельные наборчики для вышивки. Девчонки, кстати, приходите, забирайте в свои наборчики. И мне положили в подарок вот такую вот коробочку конфет. Огромное, огромное спасибо. Сейчас мы их попробуем тоже, да? Курская птичка. Любимые конфеты. Берите по одной. Тут вот такие вот птичье молоко. О, Оксаночка взяла. Машенька, Егорушка. Ну и я сейчас. За Марине Ваня. На Марине Ваня отнеси. И Марине Ваня дам. Лошадку Вани. Лошадку Вани. Марине Зайчика. Аккуратно. А мы сидим. Вкусно, Маша? Очень, да, вкусно? Марина, да. Так, ну я птичье молоко попробую. Мне нравится птичье молоко. Очень вкусное. Спасибо. Огромное за такой подарок. Это неожиданно. Ну и тут пришли разные наборчики. Красивые. На канале Влог Рукодельниц вы сможете увидеть. Подержи, Машенька. Сейчас покажу, какая стопа пришла. Девчонки, приходите, забирайте вашу хрусту. Сегодня я созвонюсь с ними. И спрошу, можно ли какой-нибудь наборчик распаковать на канал Влог Рукодельниц заснять. Потому что, ну, многим будет интересно посмотреть. Вот такая вот стопа пришла. А я себе вот такую вот заказывала, ребята. Ну, там еще парочку. Но вот такая вот, это моя будет. Специально останавливаю, чтобы вы подержу подольше, чтобы вы прочитали. Буду ее вышивать, потом в рамочку. На, почитай. И дома, где-то на входе повешаю. Это как молитва. Раньше у бабушки, да, разные были молитвы. У нее даже листовочка. У меня вот есть такая листовочка. Еще от бабушки, от моей там с молитвой. Что ты хочешь? Ничего. Ладно, дорогие друзья. Сейчас перекусываем. Переодеваемся. И на кухню. Давай, прибери. Плытки, останови, оттуда. Марина, тут сыро. Так, всем добрый вечер. Мы затопили на кухне печку. Сегодня я в чистом парточке, в красивом. В платьице, которая многим не понравилась. Ну, а дома в нем удобно ходить. Оно, по идее, чуть выше колена и удобно. В целом, что будем заниматься? Будем варить суп. Взяла для чисток. Это ведерко. Сейчас будем чистить картошку пока. И будем разговаривать. Не знаю, о чем. Ну, что-то по болтам. Хотела потушить картошку. Но что мне все? Мама, мы не хотим картошку тушеную. Мы с печенью. Мы суп хотим. Я говорила, ладно, суп сварю тогда. А я так обрадовалась. Думала, сейчас печень сделаю. Но у меня уже всем надоело. Я в последнее время часто стала печень готовить. И мои уже не очень хотят эту печень. Поэтому решила приберечь. Потом, может, на Новый год что-то приготовить. Сейчас дам. Подождите секунду. Пойдем детям дам мозаику магнитную, которая нам пришла на обзор. Так, все, дала. Деткам очень нравится эта магнитная игра. Они постоянно в нее играют. Очень довольные. Потом только мама ходит, везде собирает. То там детальку найдет, то там детальку найдет. Ну, вот так вот они. Надо, знаете, вот все. Хочу этот. Какой-нибудь такой складной столик, чтобы раз сложил и убрал за койку. Там промежуток есть, раз убрал. Когда детям надо поиграть, раз разложил, поставил. И вот, не знаю, какой-то такой столик надо найти, купить деткам. Было бы очень удобно им. Как вы видели, Маша в конкурсе участвовала, рисунки делала. Я сегодня хочу еще сесть вечером. Нам садик надо пошить для магазинчика. Там что-нибудь такое, фрукты, овощи пошить самим. Мягкие, чтобы было, как магазинчик, как товар для магазина, что-то поделать. Я там смотрела идею. Некоторые пельмени делали из ватных дисков. Я вот тоже хочу, вечером буду, когда монтировать на завтра влог, взять. Ватные диски у меня есть. Я купила такие специально, чтобы по краям приплюснутые. Такие были прошиты как бы немножко. И хочу наделать пельмешек. Им нашить. Отнести. Я знаю, что сейчас многие будут спрашивать, Настя кому-то заказала тканюшки. Заказала я их в садике. Сразу говорю. Чтоб не было вопросов и не надумывали, что якобы я их продала. Нет, ни в коем случае. Просто в садике там, где фарточки пошить. Где-то что-то еще деткам сделать. Это очень удобно. Поэтому так вот. Детки, когда мы сегодня там смотрели, радовались, что тканюшки красивые были, выбирали. Вот возможность еще буду заказывать. И вот многие пишут, знаете, вот она на Васильке все, что заказывает, она все продает. Ребят, ни одной вещи еще не продала. Вот ни одной. Я обычно как? Знакомая вот у меня. Я попрошу ее, чтобы она зафоткала. Если сможет, чтобы сфоткала ребенок, которому, помните, я для мальчика пижамки заказывала. Мася, ты опять просишь картошку, да? На, козелька ты моя. У нас Мася до чертиков обожает картошку все равно. И вот пижамки, ну вот отвлеклась, да, опять. Пижамки заказывали мы для мальчика. Он постоянно, она мне звонит, говорит, слушай, он говорит, вообще с ней не расстается. Даже я, говорит, ему, говорю, сними, хоть я постираю. Ну вот ему нравится, очень пижамки. Потом еще обязательно закажу для него такие, что? Ну покажи, какие сюда в камеру. Ну покажи. Сюда, поближе. Повыше, выше, выше, выше. Вот такие вот Оксаночка сделала, показывает. Ну идите с Ванечкой играйте там. Им понравилась эта игра. Ванечка с садика приходит, сразу берет и играет. Ну в целом опять отвлеклась. Другие друзья, вот я не понимаю, почему все так думают, что вот раз ей бесплатно походят, да, она торгует, чтобы как-то... Если бы я торговала, я бы уже много чего бы напокупала бы домой, да. Ну вот, я бы так же себе бы зимние обувь купила, потому что я все еще хожу в летних. Кроссовка, спасибо Оле с Антоном, которые прислали мне хорошие кроссовки, прочные причем, потому что мои все разорвались уже. Я долго не одевала новые кроссовки, хотя я думала до весны их оставлю. Ну раз мои разорвались, я достала эти новые белые кроссовки, которые Оля с Антоном прислали. Спасибо за что им огромное. Решила я себе нынче не покупать зимние. Ну, пока не буду покупать, потому что мне надо кое-что другое, детям на кулькино сдавать. Ну вот я уже почти всем сдала. Завтра еще передам Оксане 300 рублей на кулек. У меня вот только пока еще неизвестна цена кулька у Маши. Завтра будет на собрание это решаться, но я на собрание пойти не могу, потому что мне некому в сарик идти, детишек забирать. Поэтому вот как-то так. Потом дальше у кого еще, у Егора еще неизвестно, сколько будет стоить кулек. Пока мне еще ничего не сказали насчет кулька у него. Но он опять, Егор говорит, мама, мне не надо на кулек сдавать. И да, вот последнее видео, где выходило, многие это поддержали, за что огромное спасибо. Да, на, на, Мася, Мася. Прям аж ноги мне теребят, чтобы я ей картошку сырую дала. Многие поддержали, удивились. Ну как это у детей молочные зубы? И насчет этого, да, ребят, насчет этого написали жалобу в опеку. Насчет зубов Оксаниных. Я не понимаю, почему люди так вот пишут, знаете, иногда обидно. Я очень долго потом после этого ревела. Знаете, обидно из-за того, что вот реально есть семьи, где правда вот дети в опасности. Там родители пьют, там полный пипец. По-другому я это не назову. На те семьи почему-то люди не очень обращают внимания. А вот где нормально дети одеты, обуты, сыты. Я себе ничего не беру, лишь бы у меня дети были все вот это. Я все стараюсь для детей взять. Я стараюсь где-то что-то подработать. Вот сегодня пришел заказ по вышивкам. У меня девчонки знают, что они заказывают вот эти вот вышивки. И за то, что если я им доставку на дом делаю, то они мне оплачивают эту доставку. Ну там хотя бы рублей 50, что вот я на автобус затрачу, да. Потому что 25 рублей проезд. Если кто-то рядышком, то они, конечно, ничего не оплачивают. По сути, я не наживаюсь на это. Просто у нас есть тут хорошие вышивальщицы, которые очень хорошие женщины вышивают и просят. Настя, ну закажите вот это, вот это. Я говорю, хорошо. Но имейте в виду, что там доставка от 2,5 тысяч только бесплатно. Так что надо еще, чтобы кто-то, например, насобирал еще этот заказ. И вот мы начинаем группировать все вместе эти заказы и заказываем. Потому что я знаю, что в нашем городе это очень дорогие вышивки. И вот сколько я не смотрела. И в нашем городе, например, вот у меня есть одна женщина, которая любит вышивать тоже нитками ДМС. И она разбирается в этих наборах, во всем вот это. Но она, говорит, пересылку платить неохота. Так как она на пенсии уже, лишняя копейка ей тоже, знаете, не валяется на улице. И поэтому вот она у меня заказывает. Я не буду говорить кто, я не буду говорить что. Ну вот, есть человек, который занимается. А я рада помочь. Многие у меня спрашивают, Настя, а есть какие-то семьи, которым бы вот ты здесь хотела помочь? Да, есть. Много таких семей есть, которым я хорошо знаю, в которых родители не пьют. Но вот знаете, вот многие говорят, почему многодетные не работают? Ребята, вы не подумали про то, что многодетные даже никуда не хотят брать на работу? Да на, 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 аж прыгает, кто-то скачет. Да, куда бы я ни ходила, куда бы я ни обращалась, вакансии были разные. Ну, они, посмотрев паспорт, посмотрев то, что у тебя много детей, говорят, а мы вам перезвоним. И это перезвоним идет очень долго. Ждешь по-долгу, по-очень-долгу ждешь, когда же они тебе перезвонят. А в оконцовке они вообще не перезванивали. Я несколько раз подавала электронные. У нас тут наши города, ну просто на сайт заходишь, там электронные реквизиты оставляешь, все это оставляешь, чтобы на работу свои данные. Также фотографию паспорта, да что, прилаживаешь с детьми, с пропиской. И все. И мне пишут, мы вам ответим. Но в оконцовке так никто и не отвечает. Некоторые думают, что многодетным на работу устроиться очень тяжело. А тут у меня был недавно вопрос. Кем бы ты пошла работать, если бы тебе предложили, какие профессии бы ты выбрала? Ну вот в вашем городе, ну вот в нашем городе, кем бы я пошла? Нянечка пошла бы в садик работать, потому что, как вы знаете, детей я люблю. Дальше кем бы я пошла работать? Кондуктором бы я пошла работать, потому что мне эта профессия тоже нравится. Хотя многим она не нравится, говорят, неблагодарная работа. Ну знаете, кондуктором тоже кому-то надо работать. Мне, например, она нравится. Я бы работала бы с радостью. Позвали бы сейчас, я бы с радостью пошла бы и работала. Дальше кем бы я работала? В охране бы, в сторожем пошла бы работать. А кем бы не пошла, я бы не пошла дворником на улицу работать, потому что зимой холодно, если я заболею, то заболеют дети. Дальше, я бы не пошла работать в магазины продуктовые и в бытовой химии. Почему? Потому что иногда, когда я в магазин захожу, там такие иногда запахи, от которых состояние сразу плохое становится. Иногда даже до рвота доходит, особенно от бытовой химии, я некоторые запахи не переношу, поэтому для меня это будет тяжело. А Катя когда? Катя сама придет, она до танца уехала. Да, про кружки также меня спрашивали, на какие кружки у меня ходят дети. У меня Катя ходит на кружок с танцами, все, больше никто пока никуда не ходит. Мы все надеемся, что в нашем районе откроют, как сказать, место с кружками. Вот первую, у нас тут закрыли школу, вторую получается, вроде бы она, да? И вот мы все надеемся, что там сделают, что кружки будут какие-нибудь интересные. Ты мне можешь тоже сходить? Катя. Ты хочешь на танцы тоже можешь ходить? Ну, надо мне сходить, узнать. После твоих уроков. После твоих уроков ты бы сразу туда на танцы ходила, да? И многие спрашивают, как у вас дети учатся. Смотрите, у меня с первой смены учатся эта Катя, потом с первой смены у нас учится Оксана, Егор у меня стал уже когда с первой, когда попозже. Но вот сегодня он уехал в 11.30 в школу, Егор, получается, со второй. Хотя он должен, по идее, с первой. Из-за того, что пока учителя болеют. Потом Маша у меня учится со второй смены, и Света у меня учится со второй смены. А, Светочка? Да. Я уехал в 8.50 я отсюда ушел. А, в 8.50? А когда ты у меня в 11.30 уезжал? Он в 11.00. А, ну он в 11.00, да. Это я и ехал. Ну, короче, у Егора как получается? Бывает со второго, да, урока? Сегодня у вас с какого урока? Он уехал, мама. Сегодня у вас с третьего. С третьего урока. Ну вот, видите. Надо было к третьему. У них это пока ввиду того, что учителя болеют. Это такая ситуация. Завтрак третьему на, а вот уроку? Так, все, картошку я почистил. Пока, видите, с вами разговаривала, и картошку. Чистил еще морковку надо снять. Маша, разберись там, пожалуйста, с Ваней. Морковушку достанем. Еще салатик надо сделать. Морковку я всегда чищу отдельно, потому что потом эти очистки я отдаю обычно морской свинке. Так, что-то это чистилка мне. Кстати, вот эта чистилка очень классная. Спасибо Оле с Антоном. Мне очень нравится. Она очень хорошо чистит. Ножичек мне нужен, ножичек, ножичек. Я уже почти всем комплектом пользуюсь. Огромное-огромное спасибо. Так, все, почистила, помыла. Сейчас помоем все. И будем еще посуду стоять надо помыть. Знаете, вот в этих наборах удобно то, что вот такие вот ручки. Очень удобные, вообще классные ручки. Не скользят, ничего не это. Я по мере возможности постараюсь отвечать. И в ближайшие-ближайшие-ближайшие дни постараюсь делать трансляцию. Ребята, я все время обещаю, но у меня получается так, что я не могу. Я постараюсь сделать днем трансляцию. Заранее я обещу. И мы с вами тогда пообщаемся. Надеюсь, вам этот влог понравится. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом завершу и буду начинать новый влог. Этот влог просто болталка будет. Всем пока-пока. Я вас всех люблю.